МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день выросшены стануча. Иншая справа, что объем изробленных работ часом не задовольняют людей, які звертались на промые линии. Олег Свинтюров потекавился принимаемыми мерами. Зябрука был военный городок. У часа Советского Союза тут базировались полки стратегической авиации. В 95-м их вывели в Россию, але життя поселку не спонялося. До речи назвал улиц у Зябруцы нема, только номеры домов. Дом номер 251, беда и самый новый, сдаденный в эксплуатацию на проконце 2011-го, а уже упраз три месяца от жихаров почали поступать скарги на тое, что да, хачача. Нельзя сказать, что люди никуда не звертались, але спочатку им нештабицали, а потом увогули сказали, что термин гарантинной эксплуатации дома завершился. Меры почали проймать, только пасять вороту на промые линии у Абру-Конкам. Чилины на шиферы заклеили специальной полимерной лентой, после чего подтопление кватер саправды спынилися. Непосредственно до будовников жильцы претензии не выказывают, але маються намер звернуться на промые линии Абру-Конкам-Азнов, бо проблемы у доме усе ровно заховалися. У подвале от сырости заявилися цвиль и навод почали расти грибы. Где и якость шифера на даху, по раннейшему выкликая сумнение, жахары упынены, с самого начала он не отповедал стандартам. Приехал строитель делать эту крышу нам, он сказал, что я даже боюсь становиться на шифер, потому что он очень некачественный. Конечно, я боюсь вам об этом говорить, потому что я работаю, и вы понимаете, чем это может для меня закончиться. Но добивайтесь того, чтобы вам его поменяли, потому что он дальнейшей эксплуатации не подлежит. И мы сами это все прекрасно понимаем. Большие испытания у Закима-Жахары Гомельской области все лета взвертались на пробую линю Аблова-Конкама. Тричатся работы жилево-коммунальной господарки. Неде поскаржились на ямке, на дорогах. Неде на постоянное подтопление улиц. Увезцы Красная Гомельского района при мостных дождях улица Молодежная первотворалась у заправданного озера. Как дойти до школы, наученцы коррестались гумовыми ботами, а автомобилисты лечили залепшие проехать несколько лишних километров, а ли машину с Беракчи. Были выполнены работы Гомельским ПМС, выполненных считаю качественно, потому что после выпадания осадков лужа этой уже не стала. Улица стала сухая, люди теперь спокойно ходят, не боясь намочить ноги. Второй же ранее непотребная вода теперь приносит корысть. По новых коммуникациях уся я натропляя у пожарной водосховища. Олег Сенчаров, Евген Макеенко, Телерадо, компания Гомель. На Гомельшине протягивается республиканская акция Министерства по надзвышанных ситуациях «Беспешный Новый год». На протягу ты дня супрацовники МНС проводят профилактические гутарки и рейды в месте продажи пиротехнических сродков. В одной из поездок побывали и наши корреспонденты. По колью Гомеля протягивается установка святочной атрибуты, киже хары города начинают набывать пиротехнические сродки. Выбор салютовых хлопушек сегодня самый разностайный, починаючи от звычайных бенгальских огнёв и заканчиваючи батареей салютов. Кошт в огненном шоу варьируется – от 100 тысяч до 3 миллионов. На Новый год к нам приезжают покупатели, постоянные покупатели, которые приобретают пиротехнические изделия на большую сумму. Это было в районе 6 миллионов белорусских рублей. Инструкция по беспешному использованию салютов размещана на самих скрынках с продукцией. До речи, виды инструкции до кожного можно знайсить в интернете. А кроме того, покупникам выдаются брошуры с ахульными правилами корыстания. Самое важное – дистанция. У фонтанов 5 метров, у сборок до 30 метров безопасное расстояние. Алина вот такая разностайность сертификованных пиротехнических сродков не утрымливая аматоров фаер-шоу от другоделя. Саморобные хлопушки – одна самых расповсюдженных причин травм. У Беларуси в минулом годе на передо дни нового хода 20 человек потерпело от выбуха у петард. Их это только официйная статистика. Из характерных поражающих факторов при взрыве петард можно указать на ожог, ожог пламенем. Обычно ожоги неглубокие, первый, второй, иногда бывает третьей степени. А также повреждения кожных покровов. Як отношать урачи, колькость нешастных выпадков скоротилась изувядением узростового обмежевания продажу. Сегодня пиротехнические сродки не продаются особом, яким дняма 15-ти годов. Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому в эти праздники нужно помнить в первую очередь о безопасности. Ведь совсем не хочется встретить Новый год в больнице с какими-то либо травмами. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». В областном центре отбылось посяжение постоянной комиссии Гомельского городского совета депутатов по мандатах в питаниях депутатской этаке законности правопарадку мясового самокирования. На разгляд было вынесено питание об организации научального процесса по подрыхтулце водителям о аутошколе города Гомеля. Вероника Ворошилина с подробязностями. Что год, автопарк особистого транспорта Жухара у Гомеля поширается, як выник, гэта спрыяю узрастанию заторов на дорогах. Недахопу парковочных месту, а что самое головное, на жаль, по величиню колькости непрофессийных водителев, які часом не зусім корректно поводят себе за рулем. Минавито тому, подчас посяжение Гомельского городского совета депутатов, акцент робится на разгляд методов удосконаления навучального процесса и повышения якости подрыхтулки водителям. Выездное мероприемство провели на базе аутошколы «Гомель АблАутотранс». На сёне гэта однозлепших установ у своёй справе. Про гэта свечают такие показчики, як низкая варийность на протягу першого года после заканчения в учёбы, а так само сдача на водительская посвеченец першого разу. Мы хотим посмотреть, увидеть, проанализировать причины тех проблем, которые на сегодняшний день имеются среди автолюбителей нашего города. Здесь работа поставлена достаточно качественная, профессиональная. Мы и будем делать общие какие-то выводы и выработаем ряд рекомендаций, которые и направим для улучшения работы других аутошкол. Зараз в областном центре наличивается 16 аутошкол и тысячи жадающих отримать водительское посвечене. А же этажи в этом процессе не надзираются, бо гэта установы сдольные задоволять подобный опыт. Як свечи статистика, у сё частей в учиться приходят мужчины. Однаколькость представительниц пригожих полового человечества так само не зменшается. До речи, и те, и иншие освоивать Майстерство керования автомобилем выращают по разных причинах. Есть те, кому необходим автомобиль в настоящий момент. Есть те, кому необходимо выдвигаться на дачу, то есть в дачный сезон. Есть те, кто, отдавая дань моде, пошли учиться. Причём таких немало. Создавшие экзаменационных заданий у справа так само и где по-розному. Одным, простей, даётся теория, іншим – практичное керование. У жития гэта немае великого значения, бо на дорозе усерованное. И тут головная памятать не только правила дорожного руху, а ли быть отказным, дисциплинованным и готовым до того, что гэта зона повыше на небеспеке. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Образ скрозь тагодзе гэта назва объеднала некальки десятков работ, представленных у Музея истории Гомеля. Усеяны выкананы мастаками Ганы и Александром Осиповыми. Свои житияны звязали не только семейными, а лей вузами мастацтва. Творыли завсёду в дуэте. У своих працах выступали заховальниками и продолжальниками старожитно-русского живопису и народных традиций. Ободва в училице у Палиховским училище, адзинаму Советским Союзе, где педагоги передавали рамяство иконопису. Загэты умене позднее их ледь с ним выслали за мяжу. После распада Советского Союза творить мастакам стало вольней. Вытягнувши своё мастерство за архиву, муж и жёнка знов пошали писать иконы. Мало того, стали створать целые иконостасы. Расписывали храмы у Стрэшеней, Калинковичах, инших белорусских и российских городах. У день презентации выставы у экспозиционной зали был ажиатаж. На их працы пришли поглядеть простовники интеллигенции Гомеля. Я думаю, мастеры, керавники мастацких, установы аддукации и иншие. Однако с устрака у вас есть только один из авторов. Ганна Осипова пошла с життя, покинувшая после себя богатую спаршину. Работа всегда была для нас интересной. Это наши, как их любимые, не занятия, а нам Богом дано, очевидно. Я вам честно скажу, их пишешь, какое-то получается душевное спокойствие такое. Вообще это что-то непередаваемое. Но я очень доволен в том, что судьба дала мне в свою жизнь моего ангела, земного хранителя, мою жену Анну Степановну. Як профессионалу Осиповых заусюды шакали за мяжой. Однако мастеры вы решили застаться працовать минавито у Гомели. Больше же самых значных работах Анны и Александра все ж таки отправились за мяжу, основным у США. Их творенье у свой час набыл папа рымский Павел и Андруги. Молодыка Филарет и святейший патриарх у сей Руси Алексей Други. Значная падея отбылася у одним из районных центров Гомельской в области. Жахарам города Рогачёва пропоновали новый европейский фармат шопингу, что супроводжалось открытием чаргового 400-го филиала гандлёвой сетки Евроопт. Под обязанностью материале Катярыны Жданович. Торжественная атмосфера, дегустации, сюрпризы и подарки для гостей. Так открывали новый торгово-развлекательный центр «Е-Сити» крупнейшего белорусского ритейлера в Рогачёве. В церемонии открытия участие приняли власти города, руководство компании «Евроопт», сотрудники нового торгового центра и, конечно, будущие покупатели. Данный торговый объект «Евроопт» уже второй в городе Рогачёве, 67-й в Гомельской области и 400-й в стране. На просторной площади расположено огромное количество товаров от промышленных до продовольственных. К тому же обслуживание покупателей здесь осуществляют 16 касс, что также крайне удобно. И действительно, масштабы приятно удивляют. Новый торговый объект создан в самом совершенном на сегодняшний день формате. Это не просто гипермаркет, а целый торгово-развлекательный центр, площадь которого превышает 7 тысяч квадратных метров. В скором времени здесь планируют предложить покупателям комплекс услуг. Начнут работу салоны связи, магазины одежды, обуви, детских товаров, ювелирные бутики, аптека, турфирма и цветочная лавка. Мы рады, что 400-й объект открытия нашей сети приходится на малый административный город Рогачёв. Мы рады тому, что население Беларуси и малых городов будет получать современный сервис, современные услуги и хороший ассортимент товара по очень доступным ценам. В следующем году в наших планах развития, в тех городах, где мы не сможем открыть торговые объекты, мы не сможем предоставить такой же сервис благодаря нашим интернет-магазинам. Об этом мы будем задумываться и работать над этим будем в будущем году. Уже в день открытия жители города сумели оценить все достоинства гипермаркета «Евроопт». Особенно поразил выбор представленных товаров. Причем как отечественного, так и зарубежного производителя. Довольны, что появился такой магазин, потому что у нас в Рогачёве реально надо было обойти 10-15 магазинов, чтобы что-то купить, выбрать, а здесь в принципе все есть. Еще можно купить, цены доступные, все свеженько, нам очень нравится. Беру такие продукты пока сегодня, например, сыр с пресенью или какие-то рыбку красную, которую я не могу купить у себя. Для ребенка радость, рай. И это далеко не все преимущества покупок в гипермаркетах торговой сети «Евроопт». Ведь в компании хорошо понимают, какое значение в современных экономических условиях имеют цены на товары в розничной торговле. Именно поэтому ценовая политика в первую очередь рассчитана на реальную экономию для покупателей. В гипермаркетах сети по всей стране в Евроторге предлагается расширенный ассортимент акционных позиций. Мы снижали перед Новым годом цены для наших покупателей. Пересматриваем ряд позиций в рядовых ценах для того, чтобы сделать предложение товаров для наших покупателей наиболее выгодным, наиболее приемлемым и удобным в покупке. По всей стране в гипермаркетах «Евроопт» товары, выставленные на акции «Красная цена», можно приобрести с дополнительной скидкой до 17%. А каждую среду продегустировать продукцию собственного производства и приобрести кулинарию из птицы по специальным ценам. Большой торговый сервис для малых городов – это приток инвестиций и новые рабочие места. В этом гипермаркете работу получили 136 местных жителей. Кроме того, крупнейший белорусский ритейлер собирается расширять свое присутствие на отечественном рынке и до конца года планирует открыть в стране еще 25 новых торговых объектов. И Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. И на этом по кулюсе за разведем падеж сошить по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова